Дорогие друзья, братья и сестры, 14 сентября церковь празднует новолетие. Можно полноценно сказать, 14 сентября, что с Новым Годом. Эта традиция исходила еще с древнейших времен. Ветхозаветная церковь начинала свое новолетие с 1 марта. Впоследствии изменения в странах, изменения в геополитических вопросах перенеслись именно на эту дату. Новый Год в светском понимании празднуется у нас с вами 1 января. Эту традицию ввел еще царь-император Петр I в соединение своего измышления с европейскими государствами. И мы уже с вами привыкли к этим новогодним празднствам, украшения елки и различным потешистям, которые сопровождают эти дни. Но церковный Новый Год так и остается в своей традиции с 14 сентября. По старому стилю, юлианскому календаря, именно с 1 сентября. То есть прибавляем как раз 13 дней, получается 14 число. Если по ветхому стилю мы с вами празднуем, получается 1 сентября. Как раз день, когда заканчивается большинство всех трудов. Урожай уже убран, готовится к томной зимней погоде. Суть календаря для нас лишь остается числом. Большого значения в деле нашего спасения оно не имеет. Но у Бога все промыслительно. И все измышляется во благо спасения наших душ. Когда происходит определенный перипетий в нашей жизни, человек оглядывается по прошествии времени и понимает, что именно это значило для него очень важную веху в его жизни. Также с календарем. Если измышлять отстраненно, ну как с высоты птичьего полета, и посмотреть, почему именно сентябрь, почему именно 1 сентября. Все просто. Наша жизнь начинается с благостного успокоения материнских объятий. И осенью, обнимая нас своим теплом, усыпляет нас колыбели зимы, переходящие в юность весны и в зрелость радостных, беготней по летним дорогам. И потом приходит время, когда все увядает. И человек приходит к сознанию того, что он уже в возрасте оглянулся назад, оглядываясь на то безмятежное лето, на красивую юную весну, усыпающую зиму, и ту добрую осеннюю материнскую заботу любви к нам и каждому. Таким образом, любовь Бога измышляется из нас для каждого возраста и для каждого года и индивидуально. И для всех нас вместе. Лишь для того, чтобы мы отошли от греха и пришли к любви Божией, созерцая все его порывы к нам, взывания, принимая с благодарностью. 18 сентября Церковь празднует память пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария из рода Аарона с супругой своей Елизаветой пребывал уже в преклонном возрасте. Был он священником и служил в почетном месте святыне древней Иудеи, именно в Иерусалимском храме. И когда, совершая богослужение, принося жертву, воскуривая ладан на жертвенники храма, ему является сам архистратик Гавриил и вещает ему о том, что родится у тебя сын и будет он тем, кто положит стези перед пришествием Мессии, коего вы ожидаете все времена. Назовешь ты его Иоанн и будет он святым мужем. Захария по слабости своего в состоянии веры ли или, испугавшись, намерекнула у него мысль о том, так ли это будет. Тень сомнения коснулась его души. Господь сердцеведец Захария умолк немотою до тех пор, пока не узрит своего сына. Возвращаясь домой, он знаками показывает своей супруге о том, что произошло. Благодать святаго Духа коснулась и Елизавета. Она ему первое сказала о том, что родится сын и том, что именно Иоанном назовут его. В те времена правил Ирод. Тот Ирод, который уничтожал младенцев и флиями более 14 тысяч. Первые христианские мученики. Они бежали. Иоанн, младенец, с матерью и заветой в горы. Захария, молишись в храме, ему явились воины и хотели узнать, куда делся младенец, дабы уничтожить его. Захария был убит между жертвенником и престолом. Елизавета пережила его только наш лишь на 40 дней. Иоанн возрастал в пустыне в Назаресте. до конца своих дней кончины, где была отсечена его голова на перу. Он пребывал в молитве именно в деле предуготовления стопам Христа, который именно пришел в очеловечеся для нашего с вами спасения. и праведная Елизавета и пророк Захария почитаются нами в достоинстве в этот день. Мы с вами возносим молитвы к ним от нас грешных, дабы они упросили Христа Бога и Иоанна Претеча Сына Своего быть ходатаями на страшном суде и приобрести для этого спасительный дар Бога истинную жизнь. Празднство чуда архистратига Михаила в Хонях нас отсылает памятью древнейшие времена, где в городе жил один благочестивый богатый человек. Он был очень грустен, ибо имел только лишь одну дочь, и она страдала ни дугом, ни моты. Каждый вечер, приходя к ее ложу, где она засыпала, он молился Богу о том, чтобы Господь услышал его и исцелил его дочь. Увидел он свет, перешел к нему сам архангел Михаил. В свете своим глазом велием он ему глошает о том, что исцелится дочь твоя, лишь приди на источник мой, умой ее, дай ей напиться воды от него. С радостью он хватает свою дочь и несется к этому источнику, набирает воды, омывает ее, дает ей пить, и здесь же от раковицы открывает свои гласы и возносит молитву. Бог христианский, помилуй нас, славься. В благодарение этому событию этот человек строит на взгорье храм Архистратигу Михаила. В этом храме служил Архип по намарем. Впоследствии церковь канонизировал этого благочестивого старца. Очень много людей приходило в этот храм с близлежащих селений и исцелений много было еще до действий. Как в любом обществе находятся злодеи, которые затаились на Архипа, хотели умертвить его, разграбить храм, и уничтожить христианскую святыню. Что они сделали? Храм, находящийся между горами, и вокруг него по левую и по правую сторону текли горные речки с бурным потоком. Злодеи запрудили устье обеих рек таким образом, чтобы вода устремилась именно к храму. Затопило не только близлежащие холмы, но и сам храм. Свершив это злодеяние, воды потоком устремились к строению. Архип узрел это, взмолился к Богу и просил его молитвой к архистратигу Михаилу. Михаиле, архистратиже, не допусти погубления святыни твоей, изыми эту напасть от нас, разверзи, воды сметающие. явление архистратига Михаила дало ударом копья о землю, разверзлась земля, образовалась трещина, куда и устремились воды бурлящего потока. Для нас это не только аллегорически, но и анагогическое восприятие, ибо храм этот является нашими телесами, нашими жизненными силами, которыми мы пытаемся в покаянии о своих грехах устоять в этой жизни, не не спасть, прячемся мы в нем. И сам архив, как олицетворяет ту дрожащую и молящуюся душу, находящуюся в нас. Бурлящий поток, направленный дьяволом, это те препятствия, кои мы с вами узреваем и боимся их, что они коснутся нас, и взмаливаем мы не самому Богу напрямую, ибо не мы немощны и грешны, а тем, кто может донести молитву нашу святому ангельскому чину. И вот так мы с вами, дорогие, и совершаем наше поступательное действие к центру нашего спасения, ко Христу, через веру, любовь, и страх тоже, страх Божий, ибо боязнь согрешить истинный страх, а желание пострадать за Христа истинный любовь. Аминь. Здравствуйте, дорогие друзья! К нам на почту пришел среди прочих такой вопрос. Считается ли грехом чревоугодие, если человек много ест, но при этом не толстеет? Где град? Для ответа на этот вопрос я бы зашелся немного издалека и для начала привел бы ответ одного из древних христианских аскетов и подвижников слова преподобного Иоанна Кассиана, который был сам монахом и был основателем, одним из основателей монашества в Западной Европе, жил он на рубеже 4-го и 5-го веков и среди прочего он писал, ему принадлежат такие слова. Черегаугодие разделяется на три вида. Один вид побуждает принимать пищу ранее определенного часа, сразу скажу, что скорее всего это слово относится к монашествующим, у которых устав строго регламентирует даже время приема пищи. Итак, один вид побуждает нас принимать пищу ранее определенного часа, другой любит присыщаться какой бы то ни было пищей. Третий ищет лакомств. Итак, с одной стороны мы видим некоторую градацию в определении страсти черепоугодия, а с другой стороны замечательную еще ветхозаветную пору об этом сказал премудрый Иисус, сын Сираха, говоря, от пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит себе жизни. Сюда же я хотел бы добавить и вопрос, который тоже задают нередко, об ограничениях для христиан в пище. Каковы они, существуют ли и есть ли вообще в христианской традиции, как и в многих других мировых религиях, понятие, например, какой-либо нечистой или запрещенной для христиан пищи. Дело в том, что не так давно мне довелось встретиться с оригинальной и по-своему остроумной теорией относительно того, почему христианам нельзя вкушать свинину. Некоторые люди, читая Евангелие, замечают, что недаром же Христос, изгнав полчища демонов из одержимого человека, повелел им идти в стадо свиной, в множество свиней, которые взбесившись утонули в водах озера. И на этом основании некоторые люди делают вывод, что с тех пор свинина считается нечистым продуктом и запрещенной пищей для христиан. Что на это возразить? Я хотел бы привести три ключевых свидетельства Священного Писания, которых, на мой взгляд, вполне достаточно, хотя можно привести и больше. В частности, в пятнадцатой главе Евангелия от Матфея сам Христос учит нас верному отношению к продуктам питания как таковым, вообще, в принципе. Христос говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст. ложь, клевета, зависть, любодеяние, злые помыслы и многие другие грехи, все то, что исторгает человеческое сердце, все то, что исходит из человеческого существа, вот это является по-настоящему чем-то скверным. И то, что сквернит и нас, и, к сожалению, окружающий нас мир. А то, что входит в уста человека, никакая пища нас осквернить не может. Также в 10 главе книги Деяний приводятся замечательные слова, сказанные Христом Господом апостолу Петру, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Этими словами упраздняются все ветхозаветные представления о пищевой нечистоте и о том, что невозможно или неправильно или недопустимо вкушать христиан. Однако в 15 главе той же книги Деяний Святых Апостолов в постановлениях Первого Апостольского Собора, бывшего в 49 или 50 году, мы находим замечательные свидетельства о том, что все-таки некоторые ограничения в пище для христиан должны быть. Мы читаем, что апостолы призывали христиан воздерживаться от оскверненного идолами, то есть от пищи, принесенной в жертву ложным богам, от удавленины и крови. Вот эти три рода пищи можно признать, должно считать запрещенными для христиан. А свинину, если она... Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам поступил вопрос следующего содержания. Может ли Священное Писание цитировать каждый православный верующий, либо это может делать только священнослужитель? Отвечая на этот вопрос, следует сказать, что, конечно, и любой верующий может цитировать Священное Писание, но при этом надо, конечно же, учитывать то, что необходима определенная подготовка, необходимы определенные знания Священного Писания, чтобы цитаты не были вырваны из контекста, чтобы им не предавался тот смысл, который человек тот или иной захочет им предать, а чтобы смысл был именно тот, который предает этим словам православная христианская церковь. Священнослужитель, конечно же, цитирует Священное Писание не только как частное лицо, но и как пастырь Церкви. И если он употребляет слова Священного Писания в проповеди, в поучении, то, конечно, им придается особый смысл. Он словами Писания подтверждает то или иное свое пастырское положение, поучение. Ну, еще раз повторяю, что и можно, и даже похвально, если Священное Писание цитирует и изучают все верующие православные люди. Действительно, это очень важно и нужно. Это вообще уникальная вещь, когда в школе на нашей территории находятся такие вот личности, и, представляете, на нашей земле жил, работал, последние вот пять лет своей жизни служил Александр Федорович Невшев. Это уникальная вообще вещь, когда ребята соприкасаются с историей, пишут проекты и узнают об истории своего родного края намного больше. И, представляете, какое чудо, когда мы можем встретиться еще и с потомками священномоченика. Это и проектная деятельность для детей, это и изучение родного края, это создание замечательного проекта «Духовные источники моей малой родины». То есть, действительно, это нужно. Ребята на примере святого учатся жить, любить страну и быть настоящими людьми. И, начиная с начальной школы, ребята уже живут вот этим духом. У нас такие спецкурсы, как «Живая Русь», «Основа народной культуры», «Русская культура и словесность», «Дорога к храму». И ребята, они живут в этом, попадая в школу, с первого класса мы эти программы разрабатываем, и тем более еще вот на примере святого Александра Федоровича Гневушева. Гляжу на деток в храме у икон, смотрю на лица, радуясь при этом, ведь им открыто то, что до времен совсем недавних было под запретом. Молитесь, милые, за тех, кто есть и был, молитесь, чистые, за прадедов родимых, кто в вере устоял, кто отступил, кто был гоним и тех, кто гнал гонимых. Молитва ваша юная чиста, чем как не ей разжалобить мессию, и потому прошу, ради Христа молитесь, детки, крепко за Россию. 29 апреля 2014 года в Бряндинской школе было проведено межприходское мероприятие чердоклинского благочиния, посвященное памяти священномученика, где дети выступали со стихотворениями и песнями о святых. К данному мероприятию была написана икона священномученика Александра Бряндинского, с которой был проведен крестный ход по местам, связанным с жизнью святого в селе Бряндина. Святой с иконы на меня взирает, читая души, взглядом строгий глаз, все помыслы мои и думы знает и помогает в самый трудный час. Мне кажется порою, что улыбка пронзительных скрывается в глазах, скорбя за наши прошлые ошибки, он молится о нас на небесах и просит вновь Господней благодати, молящимся о счастье детей внучат. Твои молитвы нас, живучих ради, и призванных в обители звучат. Услышаны, неведомо откуда, слова молитвы принесут покой. Благодарю тебя, Господи, ведь это чудо. Святой незримо рядом вновь со мной, молитву своей до слез растроган, вновь благодать коснулась, не зашла. Святой опять секунды смотрит строго, благодарю тебя, Господи, светлые твои дела, пустают свечи, тихо догорая, пред взором добрых и любимых глаз, святой угодник Отче Александре, благодарим, что молишься о нас. Не так давно в Бряндино нашли совершенно темную казанскую икону Пресвятой Богородице. Когда ее поставили в экспозиции школьного музея, эта старая икона, рядом с образом Александра Бряндинского, постепенно начала просветляться. Местные жители постоянно хранили в памяти жизнь небесного покровителя своего села. С 2012 года по определению Симбирской епархии территория Бряндинского сельского поселения вошла в приходскую территорию прихода храма в честь святого Михаила Архистратига села Озерки Чердоклинского района и настоятелем прихода Игуменом Пафнузием было организовано ежемесячное служение молебнов в одном из выделяемых школ и помещений. Берегите счастье, как зимницу ока, если даже трудно, если жизнь жестока. Берегите душу, доброты и стойки, берегите дружбу, вы не одиноки, сохраните веру, будете богаче, и любовь с надеждой, будете с удачей. Берегите землю, в ней вся ваша сила, верность ей храните, нас она вскормила, отыщите в жизни верную дорогу, чтоб вела вас к храму, чтоб вела вас к Богу, не замерзнет сердце, не умрет до срока, если мудрость пьете из родных истоков. 23 июля 2014 года по благословению Преосвященнейшего Деодора, епископа Меликесского и Чердоклинского состоялся сход граждан села Бряндина по возрождению храма в честь священномученика Александра Бряндинского, на котором принято решение ходатайствовать перед управляющим Меликесской епархией о возрождении церковной общины и начале восстановления здания храма. Наверняка отец Александр понимал, чем закончится его борьба, но во все времена, несмотря ни на что, он предостерегал своих духовных чад от насилия. Он говорил, «Если храм будут закрывать, мы откроем молитвенный дом, но не дадим умереть нашей вере. Заблудилась нынешняя власть, пошла за Антихристом, но должно прийти время, когда она одумается и придет к раскаянию». Сотровищем, ловим и жизни полной. Сотровищем,